Ну а к нашему эфиру присоединяется доктор политических наук, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Игорь Петренко. Игорь, рады приветствовать. Приветствую вас. Игорь, ну поскольку прошел выпуск программы «Кандидат», прошел посвященный единственному кандидату в президенты Российской Федерации страны-агрессоров в преддверии псевдовыборов, который состоится в РФ. Поэтому вот эти псевдовыборы и хотелось бы обсудить. То есть Путин в течение всего своего нахождения у власти давал множество обещаний, которые всячески нарушал. А какие новые обещания сейчас Путин будет давать своему электорату? Чем будет обманывать людей? Какую лапшу вешать на уши в преддверии тех самых псевдовыборов? Главный лейтмотив, такая красная линия этих выборов, это будет то, что Путин будет пытаться продавать мнимую нормальность своим гражданам. То есть, да, ну типа ИСВО идет, но оно где-то далеко. Вот посмотрите наши экономические показатели, тут у нас растет, там у нас поднимается. Мы такие молодцы, ситуация контролируема, выплаты вы получаете. Ну, в целом, все хорошо и все нормально, и не обращайте внимания на другие, скажем, сообщения и те проблемы, которые существуют на сегодняшний день. То есть, самая главная его задача, его политтехнологов, это вот продавать мнимую нормальность. Ну и тут вопрос, конечно, как там Россия, они захотят самообманываться или нет. Ну, очевидно, некому там особо задавать какие-то более глубокие вопросы. Например, а что будет, если вот все-таки сейчас экономика наша перегревается? К чему это приведет в среднесрочной перспективе или в долгосрочной перспективе? Есть очень много интересных статей, аналитиков, в том числе и западных. На Foreign Affairs недавно тоже выходила статья, в которой все раскладывалось по полочкам в контексте того, к чему может привести то, что сейчас происходит в экономике Российской Федерации. Но все равно Путин будет стоять на своем, будет рассказывать, что, наоборот, это же очень хорошо. Посмотрите, как у нас растет экономика, ВВП. Да, экономика мировая на 3% будет расти, а в Российской Федерации на 3,5%. Но только вопрос, какой это рост и в целом к чему он может привести. Вот, поэтому, ну а так, конечно, какие еще обещания? Я думаю, это стандартно в контексте бюджетной сферы. Будут повышения, индексация, пенсии, заработные платы, выплаты. Все делаем, все, которые, скажем, нужно. Обеспечиваем рабочими местами. Ну, в основном это связано, конечно, с оборонкой. Но, в целом, в любом случае, это будет приводить к схлопыванию других отраслей. Но, конечно же, об этом он не будет говорить. А вот кичиться теми показателями, которые есть на сегодняшний день, ну, думаю, да, что он будет их использовать точно. Игорь, а зачем? Ведь результаты псевдоголосований нарисуют те, которые должны быть. Ну, по сути, результат уже заранее известен. Да, если сейчас спросить у любого россиянина, кто следующий президент Российской Федерации, наверняка ответом будет Путин. Тогда к чему это все? Безусловно, результат будет, а осадочек-то останется. Путин, он, ему стрёмно. Это правда, поскольку мятеж привожен, но неудавшийся, конечно же, мятеж очень жаль. Но он показал, что, слушайте, есть, оказывается, люди, которые готовы пригоженно поддержать его марши на Москву, которые еще говорят, давай, давай, покажи им там. Вот они там, зажитые люди. И тогда, может, там не было прямой, скажем, агрессии против Путина, но в целом он видит, что, очевидно, его режим не является прям таким вот сильным. И что есть, наверное, элитарные группы, которые готовы поддерживать какую-то альтернативу, для которых будут пытаться использовать ситуацию, какое-то ослабление в том, чтобы вот в той или иной степени повлиять на те решения и ту политику, которую проводит Путин. Поэтому ему важно иметь для себя понимание, на какую часть населения он действительно готов рассчитывать, кто является, скажем, такой определенной точкой опоры для него. Поэтому он опасается каких-то проблемных моментов, которые, опять же, возможно, кто-то захочет использовать против него, как это было с ситуацией с Пригожиным. И они пытаются закрывать все эти возможные лакуны. Активно пытаются работать по направлению, скажем, жен, сестер тех россиян, которые пребывают на фронте, используя местную власть, пытаются как-то закрывать этот вопрос. Ну и в целом пытаются минимизировать любые риски в контексте формирования какого-то недовольства, которое кто-то может использовать. Да, мы можем говорить о том, что россияне они пассивные. Да, мы можем говорить о том, что, в принципе, особо там те, кто мог бы какое-то альтернативное мнение выдвигать, их не особо много. Но все равно есть люди, которые недовольны этой ситуацией и недовольны по разным причинам. Кто-то недоволен от того, что страну закрывают железным занавесом и жить как раньше не получится. Очевидно, ситуация будет только ухудшаться. Пирог, который делили, становится меньше, что тоже неприятно. Некоторые недовольны им в контексте того, что он мало делает, что нужно быть более жесткими, что нужно больше ресурсов и быть более жестким в отношении к Украине и так далее. Такие тоже есть. Националисты российские явно не сильно жалуют Путина. Даже пытались какую-то альтернативу ему на выборах предоставить. Но, скажем, не сильно-то и получилось. Поэтому он понимает, что в целом, конечно, он нарисует результат тот, который нужно будет. Но для того, чтобы чувствовать себя более-менее стабильно, ему тоже нужно иметь какую-то точку опору и понимать, кто за него в реальности, и кто может за него стоять горой, а кто просто является такой серой массой, которая просто поддерживает его, пока он имеет определенную силу. И как только он ослабнет, то они быстренько могут переметнуться к кому-то другому. Интересно, а есть ли те, кто за него, в принципе, кто еще до сих пор в него верит? Ведь он мало того, что политический труп, так еще и трупом делают свою страну. Я смотрел по-разному исследованию. Ну, понятное дело, там Левада-центр, там сложно нам говорить, насколько они репрезентативны. Есть еще, забыл, как эта организация называется, ну, из оставшихся русских оппозиционеров, которые проводят на систематической основе опросы мнения, общественные, там, телевоконные опросы. Опять же, есть вопрос по репрезентативности, но тот процент россиян, которые, безусловно, поддерживают специальную военную операцию, это 15%. Из них, наверное, далеко не все те, которые прям путинисты. Наверное, эта часть есть и российские националисты, которые поддерживают и СВО, и войну против Украины и так далее, но явно не жалуют самого Путина. Поэтому, ну, наверное, вот из таких ярых, те, кто его поддерживает, ну, около 10, ну, давайте, будем говорить, 10-15%, хорошо. А все остальные, это те, которые просто, ну, понимают, что за Путиным все рычаги влияния и силы, он прекрасно поработал с тем, чтобы придушить все возможные проявления несогласия какого-то, все эти полным одиночные митинги и так далее. Ведь, в принципе, в России были протесты. Ну, были протесты чуть более, там, массовые, менее одиночные и так далее, но это все равно был определенный процент людей, которые не согласны с тем, что вот происходит. Поэтому для него, наверное, этого явно, скажем, мало. И вы посмотрите, была же трансформация групп, на которые опирался Путин. В начале своей каденции он опирался больше на средний класс. Вспомните его заявление в контексте нормализации отношений с Западом, в контексте, ну, определенной даже либерализации экономики, ее осовременивания и так далее. Потом Сурков это, кстати, продвигал. Потом, понятно было, что, скажем, это не сильно работает, и он сейчас больше опирается на, ну, такой там, сельский, наверное, электорат. Больше на людей с такими традиционалистскими взглядами, консервативными взглядами. Поэтому вот эта вся шушера, о которой говорится по поводу ЛГБТ, по поводу абортов, хоть напрямую они не запрещают, нам уже видели, как могут это использовать там местные власти. Вот, поэтому столько разговоров про всякие там трансгендеры и про вот это губительное влияние там Запада в этом направлении и все остальное. Здесь он тоже вот пытается находить себе, скажем, новые точки опоры. Сложно говорить, там, какой средний класс, насколько он сейчас там большой еще в Российской Федерации. Но, очевидно, он не очень будет, не очень уже, наверное, доволен той ситуацией, которая происходит. Но вопрос всегда остается просто в активизме и в возможности проявления, скажем, своего несогласия. А с этим в Российской Федерации точно проблема. Окей, а после псевдовыборов как может измениться ситуация? Чего Путин не позволяет себе сегодня или кремлевские власти не позволяют себе сегодня и что сразу же смогут позволить себе после мартовских событий? Ну, скорее всего, это, наверное, вопрос мобилизации. Да, сейчас он говорит о том, что все нормально, мы тут частично, у нас очень там стоят очереди с добровольцев, поэтому не волнуйтесь, все будет хорошо. Ведь, по сути, он пытался, был такой негласный договор между Путиным и россиянами, да, они там, скажем, принимают специальную военную операцию и войну, но в обмен они, большинство из них не вовлекаются в этот процесс. Первое нарушение этого слова, как вы и говорили, кстати, да, что он часто нарушает свои обещания, это же, помните, они говорили, нет, мобилизации не будет, не будет, потом, сколько там, 300 тысяч не призвали или 200 тысяч, даже официально об этом, в принципе, говорили. Поэтому вот в этом контексте, наверное, как раз, сейчас он продает эту нормальность, мнимую, а потом будет как раз суровые реалии. И дальше нужно понимать, что сейчас он пытается, он бросает большие ресурсы, но то, чтобы показать, что и в экономике все хорошо, выплаты и так далее, но это тоже вопрос закончится. Поэтому, скорее всего, тоже будет пересмотр трат, которые сейчас делает Российская Федерация. Возможно, не сразу, но со временем точно это произойдет. Поэтому дальше, что еще возможно, это, конечно же, возможно, он даже попытается использовать выборы для того, чтобы посмотреть, а где же есть еще те точки какого-то сопротивления в том или ином виде, которые есть, и попытается тоже закрутить, скажем, гайки, провести определенные чистки, поскольку, очевидно, войдя на новый срок, он хочет его использовать по максимуму. И точно для него существование какого-то альтернативного мнения или группировок, которые с ним будут не сильно, скажем, согласны, не очень, не комильфо. Поэтому здесь, вполне вероятно, он тоже будет пытаться использовать свой силовой ресурс для того, чтобы не дать возможности недовольным проявить себя хоть в какой-то мере. Ну да, не зря он уже делает свою армию в виде Росгвардии. Игорь, спасибо вам большое за то, что присоединялись к нашему эфиру. Игорь Петренко, доктор политических наук, эксперт аналитического центра Объединенной Украины. Спасибо. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.